Девчонки, всем привет! Меня зовут Инна. Сегодня на канале одно из ваших любимых видео. Это макияж. Макияж белорусской косметикой. Сегодня мы будем рассматривать всю мою косметику Belor Design. Все, что у меня есть. Много чего нового появилось, много чего старого моего любимого. И я в конце видео покажу три вещи, без которых я сейчас не представляю жизни. И Belor Design является действительно одной из моих любимых компаний декоративной белорусской косметики. Давайте сделаем макияж прям со мной, прям всей этой косметикой. Сейчас на мне макияж этой косметикой. Я решила сделать такой дневной, простой, легкий, быстрый. Потому что у меня сегодня спортивные мероприятия. Боевая раскраска мне ни к чему. Мне нужно что-то такое сдержанное и в то же время очень достойное. Начнем с тона лица. Девочки, я хотела попробовать, ну как мне кажется, их новинку. Называется минеральная крем-пудра. Энергия минералов. Ну, называется это крем-пудра. И я думала, что она будет крем-пудра. Поэтому, как бы от начала до конца я хотела, чтобы у меня все продукты, весь макияж был косметикой Belor Design. Но пришла мне эта пудра, и она оказалась просто пудра, а не крем-пудра. Ну, естественно, полностью затонировать лицо ею не получится. Я нанесла другой тональный крем, полностью оформила им лицо. Но, что хочу сказать по поводу этой пудры. Естественно, я ее протестировала. Я пользовалась этой косметикой полностью-полностью, этим брендом в течение целой недели. Ровно 7 дней у меня сложилось стойкое впечатление, что мне нравится, что мне не нравится. И вот эта пудра однозначно попадает сразу же в список моих фаворитов. Я, вы знаете, при всей моей любви к пудре Mary Kay, при всей моей любви к каким-то пудрам, которые типа транспарантные, убирают жир, вот эта просто утерла нос всем пудрам. Я не ожидала такого. Я не рассчитывала на эту пудру. Ну, думаю, ясно. Обычная пудра – провал. Но, девочки, это что-то. Это нечто, это тончайший помол, который даже не виден. Он не виден абсолютно на лице, но, тем не менее, заявлен стойкий, долгий long matte effect, долгий матовый эффект. И, девочки, он есть. Я делаю макияж, естественно, рано утром, в 7 утра. И только в обед я приезжаю домой и начинаю промакивать салфеткой. Эта пудра волшебная. И она однозначно стала моим фаворитом. Она переплюнула даже пудру NYX матирующую. Девчонки, это очень шикарная пудра. У меня в оттеночке 403. Довольно-таки темная, но она у меня на лице. И она абсолютно, мне кажется, универсальная. Продвигаемся дальше. После лица я оформляю брови. Вот такая вот штучка интересная. Новинка, не новинка, наверное. Но я соскучилась по такому формату, по формату щеточек. Как-то сейчас перешла больше на карандаши. И вот когда мне в руки попал вот этот броу-маркер, вот, ну, очень прям какой-то ностальгия у меня какая-то сыграла. Сначала мне показался цвет очень каким-то подозрительным. Он отливает в какой-то хаки, в какой-то оливковый цвет. Хотя это один из светлых оттеночек. Это оттенок 13. Естественно, я подбирала подрусый цвет. Он у меня сейчас на бровях, девочки. Знаете, карандаш смотрится на бровях как-то более артистично. Но карандашом, естественно, сложнее работать. Этой вещью работать проще. То есть он, ты рисуешь, и ты сразу же тут же тушуешь этой кисточкой. Очень удобная кисть. Я это отмесила просто вот, понимаете, с первого применения. Оттенок даже мне показался немножечко темноват. Но вот как бы как на камеру, вроде как смотрю, сейчас у меня отросли волосы, мое милирование отросло. Так вроде бы прям идеально сочетается с волосами. Очень удобный в применении. Очень. Им нужно немножечко подольше. Им нужно немножко поштриховать, вычесать бровки. Дорисовать нужно как-то кончик. Но мне нравится то, что уже есть щеточка. Мне нравится то, что уже бровь закреплена. То есть она уже как будто гель нанесен. И мне нравится то, что сразу же передается. От бровей переходим к глазам. И для глаз у меня вот такая вот троечка Color Mania от Belor Design. В оттеночке 34. Базовые, вот такие повседневные, достойные, хорошие тени. Тени умышленные я выбирала повседневными, базовыми, чтобы ими можно было пользоваться каждый день, чтобы можно было краситься, вот, ну, не боясь, да, чтобы не получился макияж а-ля Хэллоуин. Все-таки базовые тени, они и в Африке базовые тени. Меня поразили эти тени, поразили они меня вот этим вот самым темным оттенком. Девочки, это мега пигментированные тени. Два оттенка первых очень деликатные, очень быстро работающие. Вот просто раз-два, макияж готов. Но вот этот оттенок, он просто трансформирует макияж глаз из дневного в вечерний. Им же можно рисовать стрелку, им же можно делать просто смоки, просто жесткие смоки, можно делать легкую тушевку. Это просто вот палочка-выручалочка. Мне эти тени понравились очень. Держатся они целый день. Я вам ставлю картиночку с макияжем глаз вот этих двух оттеночков. Сейчас у меня макияж глаз выполнен не этими тенями, но тоже продуктом от Белор Дизайн, без которого я сейчас просто не представляю своей жизни. Я его купила, наверное, месяц назад, может, недели три назад, и я просто не выпускаю из рук. Это четыре продукта в одном. Сейчас у меня сделан макияж этими тенями. Ну, это скульптурирующая палетка, но сделан макияж у меня именно ею. Вот этим темным оттеночком, которым мы скульптурируем скулы, я его нанесла на складку века, растушевала эту складочку. Очень естественно выглядит макияж, не выбивается макияж красивый. Такой, знаете, мономакияж, где не видно никаких тушевок, где просто очень красивые выразительные глаза. На подвижное веко на яблочке я нанесла хайлайтер, прям пальцем нанесла, затем растушевала его кисточкой, и потом опять немножко сгладила границы между этими двумя оттенками. На нижнее веко я также нанесла вот этот темный скульптор. Получился вот такой вот красивый макияж, естественный, натуральный. Я просто сейчас не представляю жизни без этой палетки. Она меня очень круто спасает в командировках. Вот просто берешь ее, и она тебе заменяет тени, скульптор, румяна, хайлайтер. В общем, все полностью она тебе заменяет. Это просто мега крутая палетка. Также, естественно, я ею и контурировала лицо. Наносила скульптор, наносила румяна мягкой кистью. Они очень деликатные такие. Вот знаете, вот то, что нужно, я просто даже не представляю, что может быть другое, что может быть лучше или хуже. Это идеальная палетка, на мой взгляд. Я в нее влюбилась сразу. У меня это Тон 2, их два оттенка. Я делала на нее обзор отдельно. Оставлю ссылочку под видео. Именно на две палеточки я делала. Если вы не знаете, какую выбрать, выберите между ними. Но мне кажется, более теплым девочкам вот вторая палетка, и более холодным, более таким беленьким, первая палетка. Но можно брать, мне кажется, вторую смело, не прогадаете. Ну и хайлайтер, естественно. Вы знаете, у меня вообще началось, началось мое знакомство с компанией Belor Design. Вот от этого хайлайтера Smart Girl, который просто взорвал интернет, взорвал все, наверное, СНГ и зарубежье. Это вот этот хайлайтер просто мега крутой, который, ну, он подойдет вообще. Всем, вся и на все случаи жизни. И вот я выбирала между этим и этим, но, естественно, сейчас выигрывает вот эта вот скульптурирующая палетка. Музыка. 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 У нас стрелочка. Без стрелочки я сейчас не представляю свой макияж. Мне хоть чем-то, но нужно затемнить и выделить вот этот вот ресничный ряд. И у меня новиночка. Я впервые пользуюсь вот таким карандашиком механическим. Мне очень нравится, что он механический, и мне очень нравится, что он коричневого цвета. У меня из Белор Дизайн подводочек есть еще вот такая вот гелевая подводка. Она входит в мой мастхэв, входит в мои фавориты. Я очень люблю эту подводку, очень жалею, что на этот раз не заказала другой оттенок. Но очень хотела попробовать вот этот новенький карандашик. Я обожаю эту подводку. Это очень стойкая подводка. Очень удобно рисовать стрелочку вот этой же кистью, которая находится прямо в этой подводке. И опять же, я ее отношу к универсальному продукту, потому что им же я однажды и оформляла брови. Это просто незаменимо было. Опять же, да, вот берешь вот эту одну штуку, не берешь ничего для бровей, и у тебя уже есть стрелка и брови. И вот эту вот палетку, и уже, в принципе, макияж готов. Но решила я попробовать на этот, на мой макияж новый карандашик. Я им пользовалась целую неделю. Он очень деликатный. Девочки, с ним вы не получите четкую стрелку. С ним вы не получите такую графичную стрелку. Он еще, я бы сказала, что вот этот спонж, он не тушует. Вот он оказался для меня ненужным. Он, наверное, больше стирает даже вот эту стрелку. Мне не понравилось работать этим спонжем. Карандаш, вы знаете, ну, 50 на 50. Но вот для такого повседневного макияжа, для, например, сегодняшнего моего мероприятия спортивного, где, естественно, мне не нужны там стрелки там кошачьи, я просто сделала, хорошенечко проработала ресничный ряд, и у меня просто вот такие вот выделенные глазки. Я карандашиком, в принципе, он имеет место быть в моей косметичке, когда нужно что-то такое, вот знаете, ни рыба, ни мясо. Не что-то четкое, но и то, что в чем ты должен быть уверен, то, что не съестся, не разъестся. То есть он держится на глазах целый день, абсолютно не съедаются ни кончики, не растворяется он, но, однако, он очень деликатный. Движемся дальше, и у нас на очереди тушь мультиобъем, вау-эффект, мейкап-ит, это новенькая тушь от Белор Дизайн, но кто смотрит меня, тот знает, что у меня никакие ресницы, и никакая тушь не сделает из них, вау! Но что хочу подсказать по поводу этой туши? Она для меня оказалась совершенно простой обычной тушью, Хорошая силиконовая щеточка. В щеточках силиконовых я обращаю внимание на длину вот этих вот ворсинок, иголочек, то есть они должны быть длинные, то есть прочесывать реснички должны. Если щетиночки короткие, то реснички у вас будут слипаться. Здесь ворсинки длинные. Эта тушь очень понравится обладательницам густых ресниц. Неважно, пусть они будут не длинные, но если у вас реснички густые, они будут хорошо разделены и хорошо прокрашены. Я думаю, что обладательницам хороших ресниц эта тушь понравится. Для меня же она оказалась просто обычной рядовой тушью, такой, как у меня все остальные. Девчонки, что касается бронзера, в этом макияже я не использовала бронзер, но у меня он от Smart Girl. Вот этот вот тоже знаменитый бронзер, который я показывала в видео аналоги белорусской, аналоги люкса в белорусской косметике. Девочки, он ничем не отличается от дорогущего MAC. Даже мне кажется, что он выигрывает немножко, потому что у него идет немножечко такое светоотражение в этом бронзере, а у MAC он идет более матовый. Вот просто аналог один в один. Естественно, на этот макияж он мне был неуместен, он больше нужен летом, когда легкий какой-то BB-крем и легкий просто бронзер. Все, когда нет никакого скульптора, когда не нужны никакие румяна, когда вот только бронзер. Очень мне нравится. Он сейчас, как я вижу, вот в новой беленькой упаковочке, был в такой прозрачной пластиковой. Поэтому, если не смотрели мое видео, я также оставлю ссылочку внизу. Аналоги люкса в белорусской косметике. Ну и помада. Мы перешли плавно к губам. У меня, опять же, вот такая вот... Не смогла я не заказать новиночку тоже. Точно такой карандашик, как для глаз. Точно такой же. Такая же обводочка для губ. Механический карандаш с такой вот тушевочкой. Огромный плюс этих карандашей – это то, что они механические. Девчонки, кто знает, как бесит точить карандаши, те меня поймут. Вот, понимаете, мне кажется, даже какой-то минус перекроет тот плюс, что карандаш механический. Это очень удобно. Это просто нереально удобно. Но, опять же, в этом карандаше, опять же, вот этот спонж, вот эта растушевка оказалась бесполезной, на мой взгляд. Карандаш такого, знаете, чуть-чуть розоватого, приглушенного. Ну, я бы сказала, такого какого-то универсального цвета. Такой розовый, не розовый. Немножко с коричневеньким немножечко. Такой немножко нюдовый. Под все помады от светло-розового до нюдового. Вот что-то такое. Не темнее. Я не люблю подводки и карандаши, и помады в принципе. Кто знает тоже меня, кто помнит, я обожаю блески для губ, но я решила выйти из зоны комфорта и решила попробовать и подводку, и помады, и даже красную помаду я решила попробовать. Ну, и что же из этого вышло? Давайте разберемся. Я заказала два абсолютно противоположных друг другу цвета. Это теплый нюд, и это яркий красный. Девочки, я вот, не знаю, не могу я подружиться с красными помадами. Они для меня в моей жизни, они просто неуместны. У меня такой образ жизни, где у меня 99% спортивной одежды, casual такой стиль, и просто я там не вижу красную помаду, но мне хочется ее иметь. И я уже подумала, я вот попробую ее, сделаю какой-то макияж и отдам подружке. Но, когда мне пришла эта помада, и я ее попробовала, вы знаете, естественно, красных оттенков миллион. И мне показалось, что я просто вот замерла. Это идеальный красный оттенок из всех оттенков красных, алых, бордовых, вот все кровавых таких. Я обычно вижу, что губы выделяются на моем лице, когда они красные, либо как-то лицо вытягивается, лицо становится каким-то неправильным. Эта помада мне очень понравилась. Она не лежит за маской на губах, и она, в принципе, в носке довольно-таки комфортна. Ну, знаете, ну, может быть, я ей не буду пользоваться, но я точно решила, что подружке ее не отдам, потому что, ну, должна быть у меня красная помада, и пусть это будет вот это, именно этот оттенок. Я сейчас вам покажу, как она смотрится на моих губах, а вы уж там оцените сами. Что касается вот этого вот оттеночка, десятый тон, я с ним не угадала. Он коричневатый, я думала, он будет такой более холодный, он оказался более теплым, и вот эти вот коричневатые оттенки, они меня как-то старят. Ну, честно говоря, мне кажется, они всех старят. Вот эти вот оттенки, которые уходят вот действительно в коричневинку, в такую, в замшу такую, вот что-то типа того. И мне даже показалось, что они очень разные по качеству. Хотя бы, хотя кажется, одна серия, только пигмент разный, но вот этот у меня уже чувствовался, как замазка на губах, мне с ним было некомфортно, как-то мне подсушивало губы. Ну, может быть, знаете, сразу сработало то, что не понравился цвет, но я не угадала однозначно с цветом. Хотя я вам покажу, как он смотрится на моих губах. Может быть, вам покажется, что нормально, но коричневые оттенки не мои. И решила попробовать вот такую вот тоже интересную помаду Be Color от Belor Design. Почему я взяла именно такой немножечко розоватый, это 115 оттеночек, он розоватый, знаете, вот истинно летний оттенок. Я бы даже его назвала бальзамом каким-то оттеночным. Девочки, он нереально приятный на губах. Это какое-то масло, это какой-то действительно бальзам, это какая-то гигиеническая помада, с ней так было комфортно. Я накрасила губы ей, и я просто забыла, что она у меня есть, потому что вечером всегда наношу бальзам бесцветный обычный увлажняющий для губ. И тут, когда я воспользовалась этой помадой, вот пока я не глянула на себя в зеркало, я не увидела, что у меня эта помада, мне очень понравилось качество этой помады. Хотя я не люблю вот эти вот, знаете, оттенки, которые требуют какого-то одежды, какой-то вот подводки, может быть, даже. Это летний оттенок, летняя помадка, то есть легкий макияжик, абсолютно все такое вот легчайшее, и вот эта помада. Все. Ну и покажу ту помаду, которую я действительно очень люблю, которая мне действительно очень нравится, которая у меня сейчас на губах. Это Super Stay Million Kisses, вот такая вот жидкая, матовая губная помада. Да, она с кисточкой, она, это 211 стритон, она наносится как блеск для губ, но она застывает, и не отпечатается абсолютно нигде. И вы знаете, это такое, я называю эти оттенки холодные, инстаграмными оттенками, когда мне нужно, я очень часто беру такие помады куда-то на соревнования, куда-то в командировке, на какое-то длительное мероприятие, например, я сейчас уйду, и у меня не будет абсолютно времени глянуться в зеркало, подправить какой-то макияж, подправить губы, а тут я знаю, что у меня точно на губах будет помада. Мне очень нравится этот оттенок, это мои любимые оттенки, такие лилово-холодные, вот такие вот, инстаграмные я их все же назову, эта помада одна из моих любимых помад в моей коллекции. Ну, вот такой получился у меня макияж, вот такими продуктами, я очень рада, что у меня теперь есть все, чтобы сделать полный макияж одним брендом. И вы знаете, я успела его раскушать, я успела его распробовать, поносить. Макияж без, вообще без нареканий, я люблю белорусскую косметику декоративную, вы это знаете, это действительно такие вещи, понимаете, вот замены, аналоги люкса, и я просто, вот действительно этим очень горжусь. Ну, и, как я говорила в начале, вот давайте из всего-всего, что у меня есть из косметики Белор Дизайн, я выберу просто вот три мастхэма, вот если бы мне сказали, вот все, мы сейчас тебя убираем, все, только бери три каких-то вещи, без которых вот ты просто вот ну жизни не представляешь, и я действительно выбираю на первом месте вот это у меня трио состоит. Девочки, я сейчас даже уверена, что вот я начала ею пользоваться, и я добью ее просто до до самого-самого дна, до вот самых этих железок, потому что это нереально крутой продукт, я очень советую вам попробовать его, если вы еще не купили, тем более заменяет вот прям четыре вещи. Второе место занимает вот эта вот подводка гелевая, все-таки я ее очень сильно люблю, и она опять же занимает, является универсальным продуктом, я ее рисовала и брови, рисовала и глаза, мне очень сильно она нравится, мне нравится, что можно регулировать интенсивность, я хочу еще купить в каком-нибудь таком стальном красивом цвете, мне очень нравится, что она стойкая, мне очень нравится, что можно не брать кисть специальную, а пользоваться вот этой кистью, которая здесь есть, и вот этот продукт однозначно мой мастхев из Белор Дизайн, ну и то, что меня просто покорило и удивило, это вот такая вот пудра, матирующая, я просто честно вот просто была в шоке, я на нее вообще не возлагала никаких надежд, я просто думала, что это очередная пудра, вот этот вот пушок, который я просто ненавижу, когда он виден, мне кажется, что это вот наслоенность такая, что лицо стало забитым, таким пудровым, что я сейчас выйду на дневной свет и это все будет видно, вот с этой пудры нет, она такая тонкая, она на кисти, это просто вуаль какая-то, такой большой пушистой кистью ее нужно наносить на лицо, я в нее влюбилась бесконечно, однозначно, это тоже мой мастхев. Девчонки, ну и я не показала вам, у меня еще есть лак Белор Дизайн, к сожалению, он у меня на работе, и я вот только сейчас это вспомнила, но он у меня на ногтях, вы знаете, я очень удивлена этому лаку, потому что я, вот на него я точно не возлагала никаких надежд, но он пережил вчера у меня генеральную уборку в резиновых перчатках, и он, посмотрите, он у меня на ногтях, я им красила в четверг, сегодня суббота, и то есть третий день плюс уборка, это просто нереально, я бы, вот если бы мне сказали, я бы не поверила, что это действительно так, девочки, я в шоке, маленькие бутылочки мини-хит, вот эти вот малютки, на которые я даже не смотрела никогда, тут я захотела взять вот этот, вот зимой я пользуюсь такими оттенками, нюдовыми, я просто хочу, чтобы у меня были аккуратные, здоровые такие ногти, мне очень нравится, как смотрится слайдер дизайна в таких ногтях, он оказался плотным, это такой слегка-слегка кофейный оттенок, такое сильно разбавленное кофе с молоком, и он оказался просто нереально плотным, он не просвечивает, идеальный лак, девочки, лаком я очень довольна, буду присматривать себе еще пару-тройку ногтей какого-нибудь такого яркого оттенка на лето, обязательно буду на них смотреть, вот жалею, что почему они вообще мимо меня прошли стороной, ну и естественно, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, на мой канал, пишите мне комментарии, говорите, что у вас есть, что вам нравится, может быть у вас тоже что-то такое есть, что прям вот вы не можете не рассказать об этом, я знаю, что вы верите, доверяете моему отзыву, я никогда не стану хвалить то, что мне не нравится, лучше действительно учиться на ошибках блогеров, чем на своих ошибках, поэтому жду от вас комментариев, ну и естественно подписок и лайков, все, всем пока!